В поиске лучшего варианта занятости находятся многие из нас, но как бы тем, кто только начинает трудовой путь, имеет образование, но не имеет опыта для работы в этой сфере. Например, выпускники учреждений образования, или те, кто закончил профильные курсы, но пока не нашел применение полученным навыкам. Специалисты Управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома в этом случае могут предложить временное трудоустройство. Претендовать на такое предложение могут определенные категории граждан. Это граждане из числа выпускников учреждений образования, получивших профессионально-техническое, средне-специальное или высшее образование. Это также могут быть граждане, которые прошли профессиональное обучение по направлению службы занятости и не работали еще по имеющейся профессии уже. Это также могут быть и граждане, которые самостоятельно обучились где-то в организациях, у индивидуальных предпринимателей, которые имеют в соответствии с законодательством право осуществлять образовательную деятельность. То есть вот из этих лиц мы выбираем тех людей, которых направляем к нанимателю для трудоустройства, и заключается нанимателем с человеком срочный трудовой договор сроком до 6 месяцев. Если эта служба занятости находится в малых городах или на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда, срочный договор заключается на 1 год. Практика показывает, что среди жителей областного центра есть такие желающие. В рамках подобной формы трудоустройства только в прошлом году было заключено 13 договоров. Да, если профессия востребована на рынке труда, то найти место по душе будет не так сложно. А вот если конкуренция в ВГК, то здесь временное трудоустройство будет человеку на руку. С одной стороны, это хороший практический опыт, а с другой, если начинающий специалист себя хорошо зарекомендует, у него есть шансы продолжить деятельность здесь же. Когда служба занятости трудоустраивает безработных для приобретения опыта практической работы, нанимателю компенсируется частично оплата труда этих лиц в размере минимальной заработной платы, а также компенсируется сумма обязательных страховых взносов Фонд бюджета государства вне бюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Конечно, для нанимателя это стимул отдать предпочтение при трудоустройстве именно тем специалистам, которые направляются в службу занятости, даже при том, что у них нет опыта работы. Это могут быть наниматели разных форм собственности, за исключением организаций, финансируемых из бюджета. Анна Топильская сегодня работает бухгалтером на Брестском электромеханическом заводе. На руках профильный диплом колледжа и вуза. Однако без опыта деятельности найти первое рабочее место оказалось не так просто. Сегодня девушка рада тому, что оказалась на предприятии и имеет хорошую практическую стажировку. Сначала было непривычно все-таки оказаться на заводе. Очень такое большое предприятие, тем более это наш первый опыт. Место меня устраивает. Нужно, конечно, было попривыкнуть. Но я повторюсь, это непривычно для особенно новичков. Но в целом, да, с коллективом и дружим все хорошо. Если какие-то имеются вопросы, нам всегда отвечают, консультируют, помогают по возможности. Нам все нравится. На этом же предприятии трудится и супруг Анны Андрей. Молодой человек занят в сфере программирования, поэтому в практической плоскости ему интересны те разработки, которые сегодня ведутся на заводе. Андрей признается, что хотел бы остаться здесь, трудиться и дальше. Занимаемся разработкой, доработкой и системой СПД, СКВ. Также коллектив в целом очень хороший, огромная ему благодарность. Также отдельное спасибо хочется сказать Владимиру Филипповичу Завадскому за поддержку в начинаниях. В принципе, мы осваиваемся сейчас и, в принципе, не так сложно все. То есть хочется развиваться, хочется чего-то достигать, каких-то целей поставленных. Брестский электромеханический завод – это одно из предприятий, которое поддерживает такие программы по трудоустройству. Узнать перечень предложений, а также обратиться за консультацией всегда можно в Управлении по труду, занятости и социальной защите Брестского горосполкома. Здесь вам помогут, подскажут, направят.